Татьяна Касаткина, пожалуйста, объявите ее официально. Главный научный сотрудник, доктор филологических наук. Мы знаем Татьяну Сану как ведущего специалиста по Достоевскому. И его творчество, конечно, много связано с пространством и времени. Прошу вас. Сейчас доклад называется «Степень интенсивности использования текстового пространства в глубоком, в кавычках, тексте, двоеточием, Достоевский, преступления и наказания». Слушаем, Татьяна Сану. Да, спасибо большое. Я хочу тоже сказать, что я очень рада участвовать. Слышно меня? Нет? Что-то опять с техникой у нас. Так, а меня слышно, скажите, пожалуйста. Татьяна Александровна, вас не слышно. Так, не слышно и сейчас не слышно. Сейчас слышно. А, хорошо. Спасибо. Вот, значит, я благодарю за то же, да, за, ну вообще, и Елену Аркадьевну, вот, за то, что она эту конференцию в свое время создала, да, и всех нас за то, что мы остаемся ей верны. Вот, и я хочу сказать, что вот для меня-то все-таки конференция – это всегда возможность взаимно учиться. И несмотря ни на какой возраст, мне кажется, что это вещь, которая никогда не надоедает все-таки. То есть мы всегда можем что-то друг от друга узнавать, и именно это прекрасно в наших встречах. Вот, и еще, поскольку зашла речь, да, о изданиях и о публикациях ученых и молодых тоже, я хочу сказать, что еще я главный редактор издания «Достоевский мировая культура» филологический журнал. Это рецензируемый журнал, и он легко находится, он присутствует полностью открытый в интернете, и легко находится по ссылке «Дост Мир Культ». Вот, можно его посмотреть, и можно прислать свою работу, которая касается Достоевского в самых разных аспектах. Они там перечислены, Татьяна Александровна. Так, я вас слышу хорошо, слышите ли вы меня? Пропали, пропали. Наверное, это у Татьяны Александровны, да? Нет, я вас слышу хорошо. Так, интересно. И не слышите сейчас. Так, ага. Ждем. Слышно ли меня? Сейчас, да, продолжаем. Вот, это как бы интересно, потому что вы говорите, что я пропала, я вас слышу, а вы меня нет. Вот, я еще раз хочу тогда повторить, что журнал, который легко находится по ссылке «Дост Мир Культ», ждет ваших статей. Вот, пожалуйста, пожалуйста, говорите мне сразу, как только я становлюсь неслышно. К сожалению, у меня в доме идет капитальный ремонт еще, и поэтому, да, такие накладки с моей стороны тоже могут быть. Вот, а сейчас я перейду все-таки к докладу, и я сегодня хочу поговорить об интенсивности использования художникам текстового пространства на примере одного маленького абзаца из «Преступление и наказание». Я его сейчас прочитаю. Когда единородная дочь моя... Это всем известно практически начало речи Мармеладова в распивочной. Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел, ибо дочь моя по желтому билету живет, прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством, смотря на молодого человека. Ничего, милостивый государь, ничего, поспешил он тотчас же и, по-видимому, спокойно заявить, когда фыркнули оба мальчишки, за стойкой улыбнулся сам хозяин. Ничего, с всем покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем все известно, и все тайное становится явным, и не с презрением, а со смирением к всему отношусь. Пусть, пусть, сеть человек. Позвольте, молодой человек, можете ли вы, но нет, изъяснить сильнее и изобразительнее. Не можете ли вы, а осмелитесь ли вы, взирая все сейчас на меня, сказать утвердительно, что я не свинья. Вот на этом маленьком текстовом пространстве, которое, по видимости, рассказывает нам о чувствах Мармеладова и чувствах окружающих по поводу того факта, что дочь Мармеладова живет по желтому билету, то есть стала проституткой, Достоевский размещает пять евангельских цитат. Причем, что интересно, первая из них практически никогда не опознавалась, и, так сказать, из-за гендерной составляющей. Потому что единородная дочь решительно не считывается читательским сознанием как аллюзия на единородного сына. Хотя, на самом деле, эта аллюзия совершенно очевидна. И Достоевский начинает с этой отсылки к единородному сыну и дальше выстраивает системой евангельских отсылок совсем другую картину, чем ту, которую мы видим при первом чтении. Я напомню, что, собственно, куда нас отсылает вот эта вот очевидная после того, как на нее уже указали отсылка. В принципе, единородный сын – это, как бы, текст, он отсылает к текстам, которые вероучительные. И поэтому, как бы, она чрезвычайно важна. И вот место, в котором единородный сын упоминается два раза – это Евангелие от Иоанна. Так, не слышно, Татьяна Александровна. Так, спасибо. Не слышно, попробуй. И сейчас не слышно. Я вас… Может быть, имеет смысл, наоборот, выключить… Видео. Иногда, когда выключим… Так, сейчас попробуем. А так слышно меня? Так, нет. Да, Татьяна Александровна, мы бы советуем наоборот выключить видео и только говорить, потому что тогда больше шансов быть услышанной. Да, я даже это уже услышала, вот, хотя вы меня в этот момент не слышали. Знаете, если вы позволите, я попробую передподключиться на другой компьютер. Может быть, это… Может быть, это… Пока мы вас слышим, смотрите, как вам удобно. Вот, сейчас, секундочку, потому что я боюсь, что здесь у нас и дальше будут проблемы. Так. 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 скажите пожалуйста слышно ли меня сейчас слышно а вам спасибо так я продолжу тогда с вашего позволения и значит вот это место который нас отсылает это первая цитата и как моисей вознес змею в пустыне так должно вознесено быть сына человеческому дабы всякие верующие в него не погиб но имел жизнь вечную ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную ибо не послал бог сына своего в мир чтобы судить мир но чтобы мир был спасен через него верующий в него не судится они верующий уже осужден потому что не уверовал во имя единородного сына божия суд же состоит в том что свет пришел в мир но люди более возлюбили тьму нежели свет потому что дела их были злы ибо всякие делающие зло и ненавидят свет и не идет к свету чтобы не обличились дела его потому что они злые а поступающий по правде идет к свету дабы явно были дела его потому что они в боге соделаны это отсылка вот это как бы именование сони единородной дочерью не просто отсылает нас к определенной цитате но она и соединяет все дальнейшие цитаты которые в этом тексте присутствуют значит я их перечислю быстро потому что я съела на все переключения уже очень много времени следующая цитата осим покиванием глав не смущаюсь говорит мармеладов это прямое совершенно очевидное указание да еще хочу сказать что все эти цитаты были достаточно очевидны или во всяким во всяком случае достоевский мог рассчитывать на то что они очевидны для его читателей потому что я говорю об их евангельских отсылках но они все еще имеют и литургические отсылки причем это из наиболее как бы цитируемых из наиболее употребимых на литургии текстов большинство из которых повторяются практически ежедневно вот значит и таксим покиванием глав не смущаюсь это совершенно очевидно отсылка да на матфея 27 39 40 мимоходящие же хуляху его покивающий главами своими и глаголюще разоряет церковь и тремя день не созидая спасися сам аще сын есть и божий с недиса креста именно в таком виде этот текст читается на службе 12 евангелий страсти в их страсти и христовых великий четверг что соответственно дает надежду автору на то что его узнают даже те читатели которые посещают церковь лишь по великим праздникам вот и соответственно это цитата развивает образ сони и разглядеть нам это всего быстрее и удобнее удастся с привлечением контекста романа подросток поскольку там постоянный ход мысли достоевского в его романах впрямую проговаривается макаром ивановичем который прямо говорит о лишении чести девицы что это все равно как храм божий разорить а эти слова христа на которые здесь на которые здесь указывают покивающие главами они относятся именно к храму его тела иисус сказал им в ответ разрушите храм все я в три дня воздвигну его вот про это они говорят да как мы помним все что созидающий разрушающий храм в три дня на это сказали иудеи сей храм строился 46 лет а ты в три дня его воздвигнешь а он говорил о храме тела своего следующая отсылка это все тайно становится явным это прямая цитата которая довольно очевидно отсылает читателя к 4 главе марка 22 стиху и 8 главе луки стиху 17 и сказал им для того ли приносится свеча чтобы поставить ее под сосуд или под кровать не для того ли чтобы поставить ее на подсвечники нет ничего тайного что не сделалось бы явным и ничего потаёмного что не вышло бы наружу если кто имеет уши слышать да слышит и вот здесь надо сразу сказать что это цитата подхвачена и развита текстом удивительно но в преступлении наказания свечи появляются очень редко и что касается раскольникова про него специально подчеркивается что свечи у него нет на свечи он не хотел заработать и так далее а вот соня при приходе к ней раскольникова сразу встречает его со свечой и дальше свеча и соня стоят как бы параллельно друг другу стоит свеча перед раскольником и рядом на продавленном стуле искривленном подсвечники и рядом с этой свечой стоит соня которая как бы тоже несет свет своей жизни на вот этой вот искореженный и искривленной судьбе вот и соответственно речь мармеладова движутся дальше и движутся и те открытия касательно предстоящего нам развития образа сони которые вот находятся как бы берут свой корень уже в этом маленьком абзаце текста и следующая цитата которая появляется это сей человек мармеладов кажется говорит ее применительно к смеющимся вот на самом же деле как бы цитата продолжает вот это вот движение раскрытия образа сони и интересно то что это единственная цитата в тексте который оказывается закавыченной вот и ольга дыханова предположила что эта закавыченность связана с тем что перед нами не только евангельская цитата в отличие от всех предыдущих но еще и название картины картина сеть человек была знакома яна мостерта была знакома достоевскому с раннего детства она находилась в церкви на ордынке вот где была икона всех скорбящих радости которые до конца будет его молельной иконы сквозь всю жизнь вот и это и эта картина ну должна была произвести очень большое впечатление и должна была быть задействована в романе преступления наказания потому что эта картина изображает христа в его так сказать последний выворили вот принятие на себя последней беззащитности потому что а оказывается как показывает достоевский сквозь весь текст преступление наказания суть христовой жертвы не в том что он решил собой пожертвовать не в том что он так сказать решился на самоотдачу под контролем так сказать который остается под контролем да я решил собой пожертвовать вот в этом решил много есть вот но дело в том что христос решается на то чтобы им И это очень радикальная разница, которая на самом деле практически не оставляет нам шансов на сохранение героического в образе жертвователя. Оказывается, что образ жертвователя – это тот, кто отдает все решения во власть того, кто эту жертву производит над ним. И здесь встает вопрос, кому жертвовал Христос, и Достоевский его решает на примере демонстрации взаимоотношений Сони Екатерины Ивановны. Оказывается, Христос жертвует нам, потому что отдается практически в наши руки, практически как объект, потому что мы не умеем входить в отношения с субъектом. Для нас, как для маленьких детей, единственный способ взаимодействия с человеком – это его объективация. И вот соглашаясь на эту объективацию, Соня, как мы видим, выходит к абсолютной субъектности отношения, точно так же, как и Христос выходит в человечестве к этой абсолютной субъектности. Катерина Ивановна единственная, кого вообще признает за субъект в этом мире, после ее жертвенного решения – это Соню. И я уже сейчас заканчиваю. И вот эта вот жертва, вот эта вот цитата, которая в Евангелии, она относится к сообщению о одежде Иисуса. «Тогда вышел Иисус с терном венцы и багреницей, сказал им, Пилат, сей человек». И мы видим, что Иисус выходит одетый в пародию на царскую одежду. И Соня далее впервые появится в романе, одетая в пародию на одежду дам высшего общества. Помним, да, Соня остановилась в синях у самого порога, но не переходила за порог и глядела, как потеряна. В своем неприличном здесь цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом, необъятным кринолине, загородившим всю дверь. И в светлых ботинках, амбрельке, и о смешной соломенной круглой шляпе с ярким огненного цвета пером. И так они оба как бы одеты в эту смешную и пародийную одежду, которые над ними насмехаются. Но одновременно Иисусу более чем кому-либо пристала истинно царская одежда, которая сама есть лишь слабое подобие одеяния Бога. А Соне более чем кому-либо пристал ее костюм ангела и феникса, который вполне опознается в этом качестве читателями и исследователями. И на этот костюм, на эти перья феникса тоже лишь слабо намекают хвосты фижмы и перья богатых дамских нарядов. То есть здесь производится такой двойной переворот, который мы потом увидим в образах идущих от этих сконцентрированных в этом абзаце цитат. И последняя цитата. «Осмелитесь ли вы, взирая сейчас на меня, сказать утвердительно, что я не свинья?» Это совершенно очевидно тоже в свете дальнейших аллюзий, которые будут рассеяны в речи Мармеладова, аллюзия на второе послание Петра. Но с ними случается поверная пословица «Пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья идет валяться в грязи». История Мармеладова, казалось бы, нам прямо ее иллюстрирует. И, казалось бы, мы должны понять, что к Соне не имеет это никакого отношения. Но на самом деле это цитата, которая имеет отношение ко всем в романе и к Соне тоже. Соня рассказывает Раскольникову, как говоря о своей самой глубокой грешности, о том, что она отказывает Катерине Ивановне в воротничках. И именно это горько оплакивает, как свой самый страшный грех. Катерина Ивановна попросила у нее воротнички, а Соне сказала, зачем вам, Катерина Ивановна? И она в черновиках прямо говорит, что в этом поступке против любви погрешил. Но я об этом писала подробно, это можно посмотреть. Таким образом, получается, что роман стоит на двух одновременно верных утверждениях, которые прямо обозначены в этом чрезвычайно-сугестивном абзаце текста. Первый – это «Человек человеку Бог», и «Сей человек» практически в прямую будет сказано в романе не только о Соне. Например, Раскольников думает о Разумихине. Вот этот человек, «Сей человек» опять-таки за меня на распятие пойдет. Бог являет себя у Достоевского даже в лебезятниках. Это тоже целое отдельное исследование по этому поводу. И «Человек человеку свинья». Кстати, тут еще будет практически сразу возникшая в речи Мармеладова, говорящего на этот раз о Катерине Ивановне, другая аллюзия, которая, очевидно, отсылает к притче о блудном сыне. Кстати, здесь образуется тоже близкая текстовая рифма. Рассказ о Соне – это рассказ о единородной дочери, в которой являет себя единородный сын. А рассказ о Катерине Ивановне – это рассказ о блудной дочери, заместившей блудного сына. И о ней говорится, что осталась она с малолетними детьми в уезде далеком и зверском. Вместо «свинском» здесь сказано «зверском», что привлекает еще одну цитату о свиньях. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они попрали ногами и, обратившись, не растерзали вас». И вот получается, что в романе люди являют друг другу Бога, отдающегося другим в полной беззащитности, делающего свою плоть пищей для других. И люди же становятся друг для друга свиньями. Из притчи о блудном сыне есть тексты о святыне и жемчужине. И они это делают зачастую почти в одно и то же время. Такой диапазон человека с его мгновенными переходами очень наглядно представляет нам Достоевский в романе «Преступление и наказание», начиная вот эту экзегезу свою прямо от первого текста, в котором упоминается имя Сони. Спасибо, я закончила. Спасибо, Татьяна Александровна. В общем, нам не особо помешали технические сбои. Главная часть вашего доклада прошла в хорошей слышимости. И я предлагаю вопросы Татьяне Александровне нашей очной аудитории, виртуальной аудитории. Можно задавать, пожалуйста. Пока все думают или, может быть, нет вопросов, я хотела спросить. Татьяна Александровна, а вот скажите, пожалуйста, глубоким текстом Достоевского можно называть имя Евангелия? Нет, глубокий текст Достоевского строится на двух планах. То есть всегда создается вот эта вот внешняя картинка, а дальше идут отсылки. И отсылки эти не всегда, не обязательно именно на текст Евангелия, хотя, с другой стороны, текст Литургии – это тоже в основном евангельский текст, но не всегда это еще и псалтирь, да, и, собственно, там гимны, тропари и так далее. Но это всегда вероучительный текст, который что одновременно делает? Он одновременно, так сказать, проявляет то, что стоит за этой картинкой и что мы очень часто воспринимаем исключительно вот в плане бытовом, как Достоевский его называет, насущным, видим и текущим. А Достоевский считает, что задача художника – это проявить вот в том, что мы видим в повседневности, концы и начало. То есть вывести нас на последнюю глубину и дать увидеть в человеке, так сказать, весь его объем метафизический. И одновременно это авторское богословие, потому что Достоевский очень, так сказать, дает нам не просто понять, а он дает нам почувствовать. И что такое жертва Христова, да, потому что мы все равно упорно относим эту жертву, так сказать, в области и героического, и того, чем можно, ну, условно, чем можно гордиться, да. Вот, забываем, мы просто всегда на каждом следующем шагу забываем о том, что это позорная казнь, позорная жертва, что это человек, насколько он человек, да, над которым издеваются все, кто его окружает. Вот, и оказывается, что понять, то есть, вернее, почувствовать вот это возможно только, глядя на судьбу женщины, отдающий свое тело на вот это вот постоянное распятие чужой похотью, да, для того, чтобы буквально прокормить и содержать чужую, неродную ей совершенно семью. Тут еще есть один момент, который я даже вот и не рискнула вставить в такой доклад, потому что, ну, конечно, за образом Мармеладова, который одновременно говорит, да, вот дочь моя пошла, пошла на пропятие буквально, да, и я сам тогда тоже пошел. Куда он пошел? А он выпил и лег пьяненький. И он все время остается практически вот в течение этих аллюзий на Сонины страдания и Сонину крестную жертву, да, он остается пьяненький, он лежит и он только зрит. Причем он там, я, вот это его созерцательное состояние, оно показано буквально с отсылкой на первые слова пророческих видений библейских. И видел я тогда, видел я, это несколько раз повторяется в Библии, опять-таки в самых глубоких и вероучительных моментах видений пророков. Вот, и мы видим вот этого вынужденного бездействовать отца в то время, как сына его распинают, вернее, дочь в данном случае, и как бы абсолютно не способного войти вот в это действие, да, и, может быть, что-то мы начинаем чувствовать вот об этой истории, да, когда сына здесь распинают, а Бог, Отец не может вмешаться в происходящее, не может как бы, не может ничего сделать, потому что здесь не он деятель. Вот здесь деятель, как бы тот, кто другая его ипостась. Вот, но это еще, я говорю, целая как бы отдельная особая история. То есть глубокий текст, он всегда строится на вот этом соотнесении самого поверхностного с самым глубинным метафизическим, и проявляет в своей полноте одновременно обе стороны вот этого вот, так сказать, вот вещей, которые входят здесь в контакт, которые оказываются одно и то же и проявляют друг друга через друг друга. Вот. Если я ответила на ваш вопрос. Спасибо, спасибо, все понятно. Да, после такого надо брать большую паузу, чтобы отмыслить. Вот эта вот идея обратной связи, да, Достоевского и к писанию, это, конечно, круто. Ну, да, будем осмыслять, я потрясен. Пожалуйста, вопросы к Татьяне Александровне еще. Можно, пожалуйста, маленький вопрос? Да, пожалуйста, Валерий. Татьяна Александровна, во-первых, огромное благодарность за замечательное выступление. Вы поразительно находите вот эти сцепления удивительные, да, поверхностного и внутреннего, очень глубокого, там уже это аллюзии евангельские, это всегда очень сложно. У меня вот такой маленький вопрос. А есть что-то, что, по вашему мнению, сначала бессознательно, может быть, не очень осознанно было включено Достоевским, то есть, может быть, через вот как раз усвоение христианской традиции, только потом, может быть, на уже этапе чистовой обработки, когда итоговая обработка текста уже осмысленна. Ну вот, спасибо. Да, спасибо большое. Это тоже вопрос, который, естественно, встает постоянно, потому что, ну как можно, да, как можно вообще все эти детали вот так вот соединить и сцепить? Естественно, что здесь надо сказать, что евангельский текст становится буквально языком автора, то есть языком Достоевского. И, но это не значит, что он его использует бессознательно. Это значит, что им очень трудно предположить, что читатель его не поймет. Поэтому ему всегда кажется, что он пишет совершенно прозрачный текст, а мы эти отсылки замечаем через раз, в лучшем случае. Вот. Но он пишет все очень осмысленно, потому что его идея писательского творчества, он ее в письме Майкову очень подробно прописывает в свое время, в 67-м году, по-моему. Вот. И он пишет о том, что произведение, художественное произведение зарождается в душе автора как целостный алмаз. И даже как бы не автор, собственно, его родил. И задача автора, дальше говорит он, собственно, нужно огранить этот алмаз. Огранить, понятно, да, алмаз гранят для того, чтобы свет максимально проявил вот эту вот его сущность. Все, что, да, высветил, вот все, что, так сказать, этот камень может дать с точки зрения вот этого отражения, несения света. Вот. Но огранщик не может действовать бессознательно. Огранщик должен очень хорошо понимать, как, под каким углом и что вообще он делает. И Достоевский, я тысячу раз тоже цитировала, но я напомню, Достоевский постоянно говорит о том, что если писатель был художественен, то читатель, прочтя роман, точно так же поймет мысль писателя, как понимал ее сам писатель, создавая свое произведение. То есть вот эта вот художественность, она и состоит в осознанности огранки. Поэтому я полагаю, что он не говорит бессознательно евангельским языком все цитаты, которые, ну вот на этом маленьком тексте даже можно посмотреть, да, как он выстраивает вот эту вот систему цитат с расчетом, что даже если читатель их не опознает на сознательном уровне, поскольку это те цитаты, которые он постоянно слышит, а Достоевскому трудно было предположить, что есть люди, которые совсем не бывают в церкви, потому что они вынужденно даже там бывали, потому что до условиям государственной службы, до условиям преподавательской службы было причащение хотя бы раз в год. То есть они, как бы эти тексты, все равно их слышат периодически. И хотя бы бессознательно вот этот образ, подсоединяясь к вот этим вот слышимым текстам, он создает вот это вот интуитивное знание того, что может быть не всегда выливается вот в это знание эксплицитно. Ну потому что практически все ощущают вот эту вот богоносность образа Сони. Они не всегда могут ее объяснить, да, они всегда могут пояснить, каким образом она проявляется. Но вот закладывает он ее буквально, ну почти как богословский трактат. И это, конечно, осознанное действие. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Еще у нас вопрос. Я вижу Надежды Гаевской, да, ладошка там горит. Послушаем вас. Татьяна Александровна, спасибо огромное, огромное спасибо. Спасибо. Можно ли это понять таким образом, что если не Христос решается, чтобы стать жертвой, но Христос решается, чтобы им пожертвовать, в этом некое раскрытие сути кинозиса. Да, спасибо большое. Конечно, это, причем именно это та точка кинозиса, которую мы, как христиане, решительно не хотим видеть. Нам очень, ну это реально очень страшно. Потому что одно дело, когда ты собой жертвуешь вот героически, да, все-таки сохраняя контроль до последнего, да, ты решаешь там, когда ты собой пожертвуешь вот и так далее. А другое дело, когда ты абсолютно отдаешься вот в эти вот другие руки, да, и я бы еще хотела тут вернуться вот к тому образу, о котором я сказала, потому что это действительно вот способ обращения взрослого совсем маленьким ребенком, который там может царапать, тыкать в глаз взрослому карандашом и так далее, потому что он не умеет, он не понимает, что другому может быть больно, он не умеет общаться со взрослым как с субъектом. Но только через такое общение он постепенно начинает обретать эмпатию, да, вот когда маме ткнули в глазик карандашиком, и мама льет слезы, но при этом гладит его по головке там и говорит, ничего, ничего, ласточка. Вот, и тогда вот здесь начинает рождаться вот эта человеческая эмпатия. То есть действительно Христу, как и любому родителю, приходится доходить вот до этого позволения производить с собой любые действия, которые вот дитё захотело, да, для того, чтобы вдруг появилось вот в этом вот младенце, да, неважно какого возраста, как Митя скажет, Карамазов, все дитё, да, чтобы вот в этом младенце появилось осознание того, что перед ним не объект, да, с которым можно манипулировать, а что перед ним совершенно полноценный субъект взаимодействия, который, ну, с которым они в каком-то смысле одно. Вот, и, конечно, это всё абсолютно и проявляет до конца вот то, что мы называем киноисом Христа. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо, спасибо. Спасибо, Татьяна Александровна. Действительно, вы просто нас обратили сегодня к таким вообще основам нашего бытия осмысленного, что, наверное, долго мы будем ещё к этому возвращаться. И сердечное вам спасибо за это. Спасибо вам большое. С начала конференции такой прям ударной, благодаря вашему докладу. Так, ну да, возвращаемся сюда, в эту комнату, к нашим делам. И, кстати, следующее у нас, предоставляем слово Валерию Геннадьевичу Андрееву, которая только что задавала вопрос, тоже Институт мировой литературы имени Горького, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук.